Всем привет, ребята! Как я скучаю по РПЛ! Я не могу это смотреть Убогий, убогий футбол Европейский, который Представляет собой сборище миллионеров Которые выходят на поле Постоять На поле! Это вот про матч Ювентус-Наполе вчерашний Особенно про Ювентус В общем-то, ребята, я реально Скучаю по футболу, да? И вот сегодня появилась новость Вернее, их появилось две Две новости появилось Одна появилась новость От некого Господина Егорова Что Камличенко переходит В Баварию В Баварию На место Ливандовского Я понял, что это история из-за того, что Слишком много выпил А вторая история Это трансфер Федора Смолова Из локомотива в Динамо Москва Это вероятность этого Не знаю, наверное, 100% Смолов перейдет Действительно, зимнее трансферное окно Московская Динамо Из локомотива Контракт с локомотивом У Федора Смолова Заканчивается Лето 2022 года То есть через там Четыре месяца, да? Вот Теперь главное Ребят, а вы знаете, сколько Федя Смолов Зарабатывал локомотив? Знаете, какой у него был контракт? Вот Илюша Кутепов Ты не слушай, а то ты психовать начнешь В общем, у Федора Смолова был контракт Около трех миллионов евро в год В локомотиве Три миллиона евро Три миллиона евро получал Федя Смолов В локомотиве Ну да, это, конечно, ужас Просто ужас Я даже представить не смог Я думал, что Кутепов, да? Это у нас Сверх-сверх-сверх-лимич Нет, нет, ребята Федя Смолов Федя Смолов Вот И в общем-то Локомотив Вздохнул с огромным облегчением Что Смолов наконец-то уходит В Динамо Москва Вот Почему локомотив-то с облегчением-то вздохнул Так это же теперь Феде Не надо будет выплачивать полтора миллиона евро За эти четыре месяца Да Вот А новый контракт Смолов С московским Динамо, да? Будет составлять По-моему, полтора миллиона евро Но это так я в СМИ увидел, да? Как на самом деле будет Я не знаю Вот Я оцениваю Этот трансфер Федора Смолова Московского Динамо Категорически отрицательно Категорически Что вообще представляет собой Федя Смолов Но мы его все время видели, да? Это такой мажор Мажор Который совершенно не хочет играть в футбол Вот И сколько я его помню Человек, который На футбол просто клал Еще помню Дудь, когда вел программу, да? Или блог по футбольной Да? Он говорил, что Я очень слежу за Федя Смолова С самого рождения С 15 лет, да? Он был очень талантливым футболистом Он просто положил большой болт на футбол Он совершенно не хочет У нее клуб Яркая клубная жизнь У него там Девочки там Мерседесы, машины Вот Но на футбол он положил Свои 32 года Он, в принципе, уже закончил футбол Не 32 Ему сейчас 31 год, да? Федя Вот Но в феврале месяце Вот Через месяц То есть Через месяц ему будет 32 года То есть по сути ему 32 года Вот И он переходит в московское Динамо И зачем Динамо этот игрок Я совершенно не понимаю Вообще Совершенно не понимаю То есть у Динамо своя химия Свой коллектив Там Игроки довольно молодые Причем на позиции Смолову играет, по-моему, Тюкавин, да? Кроме того, Тюкавин универсальный игрок Молодой игрок И зачем туда покупать 32-летнего Смолова К тому же на зарплату полтора миллиона Или больше евро в год Для меня это большой вопрос Нападающий Если нападающим 32 года Это все Это приговор Особенно для российского нападающего Особенно для наших мажоров И мне это непонятно И подписывать контракт на полтора года Собственно управление на один год Для меня это большой вопрос Вот Вы просто возьмите пример Зенита Да? Зенит Испавляется от Артема Дзюбы Думает, куда его спихнуть И контракт с Дзюбой не будет продлевать При этом у Дзюбы В этом сезоне Показатели гораздо лучше, чем у Смолова При этом, что Дзюба сдал И руководство И тренерский штаб Зенита Они прекрасно понимают Что Дзюба сдал И они его хотят Побыстрее убрать из команды И на его место Уже, в принципе, взять Сергеев Иван Сергеев Да? Вот И для меня это большой вопрос Зачем берут Федора Сморта? Вот я бы понял Да? Вот для меня Логично будет Да? Если вы хотите взять нападающего С российским паспортом А вопрос именно о российском паспорте идет Надо было брать Агаларова Возьмите Агаларова Его реально Можно было из Уфы взять Ну, там Договориться там с Уфой Да? Там Газизов бы там И заломил Сенек Он и заломил его Да? Но я думаю Вопрос Вопрос решаемый Вопрос решаемый С Агаларовым Да? Мне кажется От Агаларова Было больше толстей Чем от старейшего Федора Смолта То есть вы его берете Уже в 32 года Игрока Да? И что? И зачем? Вот И на мой взгляд Я знаю Как вообще Работает Российский футбол Как раз работает Динамо Москва Как работают агенты Да? На мой взгляд Это Это менты То есть руководители Московского Динамо Они вмешались В работу тренера Это Трансфер ментовской Вот так скажем В очень жесткой форме Вот Это не Шварцева берет Ребят Это не Шварцева берет Шварцев будет говорить Что это я его брал На самом деле Конечно же Шварцева никогда в жизни Этот раввиняк Мажорную не взял Да? Нужно понимать Что В настоящее время Федя Смолл Встречается С внучкой Бывшего президента России Бориса Ельцина С Юмашевой Да? И вроде как Они скоро оформят Свои отношения Официально В Ураке Да? Соответственно Это Федя не просто так Встречается с ней А чтобы иметь Какие-то Влиятельные каналы Ну давайте говорить прямо Да? Я просто знаю Как развивается И дышит Российский футбол Да? То что там Этот трансфер Не просто так Да? А с помощью Там позвонили Там сказали Там позвонили Там главе МВД Да? Сказали Слушай Надо взять Федя Смолл И дать ему контракт На полтора года Да? Чтобы они пока Обжились Там Он с Юмашевой Да? С внучкой Ельцина Вот И это Это трансфер Из С того Что он был Пролоббирован Вот что я хочу Это трансфер Пролоббирован Каким-то Из Ментовской Верхушки Из Руководства Силовых Ведомств Вот Никто В здравом уме Не подписал Контракт С Федей Смолл Зачем? Причем Подписывать контракт С игроков В команде В которых В принципе Все нормально С нападающими Да? Зачем еще брать Старика На такую сумму Да? Причем Довольно-таки Посредственного Игрока Причем Мажорика Да? Который В принципе Может химию В московском Динамо Очень сильно Подкосить Для меня Это большой вопрос Вот От него надо Избавляться Что и сделал Локомотив В принципе Да? Ну Зачем его Берет Динамо? Ну Кроме как Лоббирование Интересов Да? Какие-то там По звонку Я Другого Другого Не понимаю То есть Это на мой взгляд Этот раз Пролоббировали Динамо Верхушка Силовые органы Силовые Кто-то из силовых ведомств Вот Вот такое мое мнение Однозначно Этот игрок Не нужен Московскому Динамо Сто процентов Не нужен Вот И Конечно же Это Это звонок Это Это звонок Из нужных органов И по этому Звонку Эти силовые органы Сказали Что нужно Обязательно Брать Взять Федора Смола Московская Динамо Потому что Он встречается И скоро Женится На дочке Бориса Ельцин Юмаш Поэтому Надо Обязательно Его взять Вот Я Категорически Отрицательно Отношусь К этому Трансферу Да И Никаких перспектив Это не вижу Я вижу Только Коррупцию И кумовство В этом Трансфере На мой взгляд Всем пока Продолжение следует... Продолжение следует...